30 августа. До начала отопительного сезона остается три недели. Жильцы двух домов в московском микрорайоне бьют тревогу. Насосная станция, от которой зависит, будет ли тепло в домах, в аварийном состоянии. Оборудование отслужило свой срок. В тот день мы лично в этом убедились. Ржавые трубы, задвижки и устаревшие насосы. При таком давлении, которое выдается на дом, оно если рванет, то в течение часа здесь будет половодие. Как выясняется, станция бесхозная. Управляющая компания не должна заниматься ремонтом. Так кто же отвечает за ее работу и подачу тепла в дома? Мы отправили запрос в Брянскую городскую администрацию. Ответ следующий. Согласно постановлению об определении единой теплоснабжающей организации в сфере теплоснабжения, эксплуатацию бесхозных сетей должно обеспечить теплоснабжающее предприятие «Брянск Коммунэнерго». Похожие документы нам показали и жильцы домов. В них указано, что еще в 2018 году насосная станция была передана на обслуживание «Брянск Коммунэнерго». Если бы мы видели, что сюда приходили люди, что они занимаются подготовкой этой станции. Никто сюда не приходит, никто не занимается. А вы обращались в «Брянск Коммунэнерго»? Это через компанию мы обращаемся. У нас есть управляющая компания, мы через нее обращаемся. Что вам говорит управляющая компания? Они тоже пишут письма. Выясняется, что пока насосная станция не перейдет в муниципальную собственность, «Брянск Коммунэнерго» не обязана ее обслуживать. Получается замкнутый круг. Мы обратились за разъяснениями в комитет по ЖКХ Брянской городской администрации. По их мнению, проблема в самих жильцах. Оказалось, что комитет предлагал перевести насосную станцию в муниципальную собственность, но люди отказались. Нам пообещали, что после решения суда начнется ремонт. Через месяц приезжаем на станцию. Ремонта по-прежнему нет. Вид хуже прежнего. Запасной насос вышел из строя. Второй жильцы отремонтировали сами. Благодаря этому у нас единственный насос работает. Но в любое время он может выйти из строя. И мы останемся без тепла. Если выйти из строя, основное резервное не будет. Естественно, два дома, 36-й и 42-й, останутся без отопления. Это 180 квартир. Пока батареи в домах теплые, но в любую минуту они могут стать ледяными. И все это в разгар отопительного сезона. Капитальный ремонт, и труб надо, и задвижек, насос, чтобы должен быть резерв обязательно. Но никому ничего не надо. Но как вы оцениваете состояние? Может ли это в любую минуту сломаться? Вот, на бочке с порохом. В любой момент может насос сломаться. Два дома без отопления сразу же. Слесарей из управляющей компании ставят неутешительный диагноз. Насосная станция по-прежнему в аварийном состоянии. Александр вновь показывает стопки обращений. В городской комитет по ЖКХ, в Бежицкую администрацию, в подрядные организации. Ребята, не волнуйтесь. Он все под контролем, все делается. Хотя за это время, за время рассмотрения нашего вопроса, никто сюда не приезжал, никто ничем не занимался. И снова бесконечные звонки и походы по кабинетам. Идем в городской комитет по ЖКХ. После настойчивых разговоров ситуация резко меняется. Нас уверяют, что уже на следующий день привезут новые насосы и начнется их установка. После обеда, после часа, подрядная организация ООО «Газ-Тебе» приступает к замене этих насосов. То есть мы будем менять на отопление два насоса, чтобы был и основной, и резервный. Что касается горячей воды, то мы немножко позднее, потому что мы сейчас в эту сессию перебросим денежку для того, чтобы приобрести еще насосы и на горячей воде. Потому что пока основное – это отопление. Я думаю, что где-то в ноябре, в конце, может быть, в начале декабря, мы заменим насосы и на горячей воде. То есть мы привезем оборудование, то есть заменим полностью оборудование на этой повысительной насосной. На вопрос, кто в дальнейшем будет обслуживать насосную станцию, Елена Чухнюк поясняет, так как котельная и теплотрасса в этом районе принадлежат Брянскомунэнерго, то и насосную станцию планируется передать им. Ремонт и обслуживание оборудования в будущем будет контролировать крупное теплоснабжающее предприятие региона. Возможно, это поставит точку в бесконечной переписке жильцов с администрацией. Екатерина Зойдина, Сергей Дюков, Денис Пашков. События. Брянск.